Евангелие от Матфея во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пятая глава, 16 стих. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я три проповеди говорю на этом, о молитве. Молитва трехступенчатая, не каждый это знает. Первое это просьба. Помоги, спаси, защити, проведи, подари и там, ну все остальное. Ну и в мире это молятся все. Даже учат их в церковь пойти, посмотрите на крещение, сколько воды берут и все. Тем более сейчас такая обстановка, что молиться надо. И прямо криком крещат, что нам делать, дайте такую молитву, вроде как заклинание какое, потому что тревожная обстановка. И мы должны с этим согласиться. Этому учить не надо, потому что плоть, в данном случае, отрицая даже душу, хочет сохранить сама себя. А сил никаких нету. Никакие ходатайства уже не помогают. Они определенно есть, кому легче в этой жизни жить. Вот самый такой печальный канон Андрея Критского, который считается Великий пост. Он весь построен на том, что помилуй меня, Боже, помилуй меня. И взяли подвиг, как они называют, Марии Египетской. 47 лет в пустыне. Никогда больше это не повторилось. Ни одного подвижника не было, ни одного подражателя не было. Подражать чему надо? 13-7 евреям. Апостол Павел говорит, подражайте. Те, которые вам Слово Божие предносили, и взирая на кончину их, подражайте вере их. Она не проповедовала, и кончина неизвестна была. Уж через сто лет только заговорили, как есть. Вчера я говорил о том, что вторая ступень – это благодарение. Ну, непонятно. Если там молились сто человек, а поблагодарил один, ладно, не ладно. Зато Уз говорит о том, что получил ты или не получил, а равно благодари. Вот есть такое, Акафис считает, слава Богу, за все. Ну, в разном говорят. Такое-то, такое-то. А я знаю абсолютно, что говорят они неправильно. Автора называют не того. Автор этого канона или Акафиста находился в ГУЛАГе. И написал за несколько дней до своей смерти. Сколько там радости. За все, что видит. За солнце, за мое рождение, за лепит ребенка. Это словословие. Это третья-последняя ступень. Он зашел на нее. Это Григорий его звали. Ну, может, там какие-то еще люди помогали, но не думая даже. Это видно, что из одного сокровища такое идет. О чем он говорит? И об ученых, и об изобретениях. Но на это всегда спросят. Ну, вы это знаете, а вы это выполняете? Выполняем, можем сказать точно. Мы каждый день молимся. У нас стопоклонная молитва по интернету, интернет на общество. Там 60-70 человек. Не всегда много бывает. Ну, а там уже около 300, наверное, человек. Мы об этом говорим и молимся. Стопоклонная молитва. Лера, четкий и 100 поклонов. Я говорил, как 10 Господу. Это просьба, благодарение, славословие. Второе Божьей Матери, Преснодевье Марии. 10 поклонов. 10 ангелу-хранителю, Иоанну-хрестителю, Николу-чудотворец, святые пророки, дальше небесные силы и апостолы, мученики, святые отцы, жены и девы. 10. Так вот, судя по тому, как Ян Глотовец говорит, получил или не получил, равно благодари. Отсюда делаем вывод, что сколько было там просьб, здесь никак не меньше. Есть, что человек не просил, а у него это получилось, что нравится где-то. Выходит, это перекрывает даже еще больше. Так ли у нас? У нас в записке есть просьба. Заболел кто-то. Опять же, за упокой. У нас нет третьего, что за благодарение-то нету. Я вчера об этом говорил и привел сколько мест писания, там 145 их есть, а я привел 12 только. Этого достаточно было, чтобы понять. Смотрите, кто нам здесь помогал. Я называю мэр города, его советник, два Владимира. Я все еще благодарю тоже Владимир в университете техническом. Мы были занятия 18 лет и все где были там, которые противоречились, и парки приходили, чтобы нас оттуда удалили. Не пошел на это. Я называю всех. Вот смотрите, вы пользуетесь мобильным телефоном. Я спрашиваю, выступая при полном зале милиции, тогда было, и ни один не может сказать. Вот интернетом все пользуются, я тоже не знаю. Дети в лагере у нас знали, и мы за это молились. Изобретатель мобильного телефона Мартин Купер. Мартин. У нас тоже святой Мартин есть. А там Тим Бернерсли, Тимофе, они кратко любят говорить. Кратко. Мы каждый день благодарим Бога. Как они нам облегчили. Вот сейчас, допустим, я говорю, я еще вчера до дома не дошел, только зашел, вижу уже нашу, что я говорил уже в интернете, и считает ни один, ни два человека. У меня посещаемость только 81 миллион. Как не поблагодарить? Библия говорит, что встань на высоту, на горах Израиля, возвысь голос. Сегодня это мы видим, это исполняется вот именно через эфир. Высокая гора, это вот это изобретение. Вот ходите вы, видите, какие прекрасные там коврики резиновые где-то. А кто помог? Это директор РТИ, резинотехническое здесь изделие выпускали. Анатолий звать. И нам сказали, что он умер. У меня было ему как прозвище, или как сказать, настоящий интеллигент. С пустыми руками никогда не было. У нас четыре подводные лодки плаваем. Шланги эти, которые кащают, там несколько сот метров. Вот это вот, палатки какие большие были. Это все он. И при том, обязательно сунет еще деньги. Да обязательно же шоколады ребятишкам дай. Понимаете, какие? Анатолий звать. Я не знаю. Где он, что? Ну, помолиться можем. Мэр города этот, Паварин скажет. Сколько он нам добра сделал. Вот этого у нас бы не было. Как я должен быть благодарен, тот, что меня посадили. Батюшка говорит, хорошо, что брата посадили. Иначе бы негде молиться было. Вроде юмора. А смысл-то глубокий здесь. За все благодарите. Что я просил? Столько благодарности. А если кто не просил? Ему вдруг. Он не просил. Я пойду сейчас в лес, чтобы мне найти там грибы, кедровые орехи. Он не просил. Но в изобилии даже не мог дотащить, спрятал один мешок где-то. Я благодарю Бога. Другой не молился даже. Сколько аварий случилось в дороге? А он один. Я не просил благополучно. Это говорит не кто-то, а профессор мне. Я просто рассказываю, за что благодарить. Апостол Павел много примеров приводит. Я скажу, даже в леске его фамилия был, Валерий. Валерий, научный секретарь АГТУ. Он у нас здесь приходил. Жена говорит, надо переехать куда-то, съездить на свою родину куда-то. Я один за рулем. И заснул. Я ей говорил, ты, Валер, сидишь рядом, ты смотри на меня. Торопишься, ему надо вернуться сюда вовремя-то где-то. И вдруг вижу вот так на дороге поднимается большая икона, как бы лежала, вот так на меня. Я вижу образ Божьей Матери, говорит, как же ты на меня едешь, что же ты делаешь-то. Я проснулся на встречной полосе и несется большой груза. И как вернулся, справа-то остановился. И тут речь идет, я зашел, себя не помню. И когда приехал туда, я пошел к священнику. И рассказал. Он говорит, ты помнишь, я сразу узнаю. Он пошел по иконе, говорит, вот эта икона была. Это нельзя просто слушать. Он когда рассказывает, я говорю, студентам это все, он преподаватель. Мы должны научиться распространять это. В этом доказательство, что мы живы. А не просто я пришел, отстоял, ушел. Ни на занятиях, нигде нету. И дальше, да еще не каждую неделю приду. В субботу, как правило, нету. Ну, просто надо взглянуть. Написано на поприще, бегите, чтобы получить. Многие бегут, но один получит награду. Вы видели, когда на стадионах, тем более Олимпийские игры, как они бегут? Я читал про такого одного, что он пробежал, и где-то метров десять еще мертвый бежал. Первое место. Сердце не выдержало. Мы имеем другое поприще. Следование за Христом. Мы от него учимся. Вот куда я не посмотрю, мы все что-то кому-то должны. Кто-то это все сделал, кто-то бумагу заправил. Гутенберг, печатание. У нас свой тут у русских был, который знал, как печатать. По милости Божией, мне хотелось сегодня разум наш возвести на третью, последнюю ступень. А много ли мало? По моему разумению, это перекрывает и прошение, и благодарение. Потому что Аллилуйя за все. Мне ничего не надо, я могу только петь славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Как ты дели, Господь мой, слава тебе. Аллилуйя. И мы прочитали сейчас, прочитай еще один раз. 5.16. Я беру это как эпир к сегодняшнему. Слово 5.16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не я славлю только. Но те, которые рядом должны увидеть это, видя ваши добрые дела. Ну а если враг? Враг ничего не видит, у него помутненно злоба и лицо не видит. Не надо на это смотреть. Здесь Господь, чтобы видели добрые дела и прославляли Отца Небесного. Ты хочешь, чтобы славили? Да. Я говорил об этом. Андрей Крискин написал покаянный канон. Я спрашивал не кого-то, а в Москве, там и в Умин приезжал к нам, отец Кирилл. Не знают. Он подписал Анапиму 6-му Сиренскому собору. И когда до него дошло, он дезавуировал свою подпись, убрал. И вот этот канон вылился, как 50-й псалом у нас после падения Давида в два смертных греха. Из всего Господь может высечь такой пламень любви, который мы считали. Вот прославить Господа хочешь, поступай правильно по заповедям. Не сиди, торопись. Сколько людей нуждается в этом? Я вчера говорил, вы, может, не знаете, батюшка, может, сегодня даже не здесь. Он приехал в Омск. Я понял, там тех, кого призвали, мобилизация называется. Будут они на фронте, нет. Но один из них, с двумя я беседовал, один не послушался, а второй послушался, Никита. И он поехал в инкомат, показал все. Согласно Конституции, законодательства, я имею право избрать альтернативную службу. Без оружия, без присяги. И вот сразу определили на кухню. И эти, видя двое. А двое, это Александр, от моего племянника сына, тоже как. И второй, это Двушкова сын. А тот совсем недолго, нигде не был. Они тоже мы. Это мне так передали. Они сказали, нет. Вас нигде нету и оружие в руки. А если отказываются, два года за решеткой. А если тебя призвали, и ты оттуда решил куда-то увильнуть родные, спрятали тебе 10 лет. Я просто знаю, что это серьезный вопрос. А они не хотели слышать. И снилезы будут подать. Они говорят, за полгода у нас в законе сказано. За полгода. И чтобы ходатайство священника было. А какой священник будет ходатайствовать, если он тебя не знает? Если он тебя забыл уж какой-то. Был маленький, а теперь вырос. Уехали и нет. В соседние деревни же один из них. Ни разу. Вы для себя тоже. Мы идем в Царство Небесное. Вовремя туда отправить депеши свои. Я люблю тебя, Господи. Я должен всем возвестить. Я стал сравнивать. Вот у нас есть песни восхождения. Там тысячи, слишком тысячи, слишком песней о баптистах. У них почти все есть просительное, мало, благодарение чуть побольше и славословие везде. А они не православные. Как же мы будем перед Богом-то отвечать? А почему нет поставить такую записку? Батюшка, он просчитает, скажет, и мы едиными устами скажем, слава тебе, Господи. Сколько чудес надо мной я живу. Почему я живу? Я три раза только тонул. И чудо меня Бог спас. Еще только не было. С какой высоты падал-то. Мы в транспорте опрокидывался. В машине. В ковет улетели. Засыпаны. Ни одного повреждения нет. Мы сейчас посмотрим, за что славить. А одно место мы увидели. Где это будет? Дальше. Матфея 25, 31. Почерпнем от славы Господней. Вы сегодня должны пойти радостные и веселые. Почему лица мрачные такие? Сегодня в интернете говорят. Улыбнись где-то. Посмотри, сколько тебе Бог дал-то. Ну что это? Образ создали. Руки между колен. Говорят, в бороде капусты. И чтобы мы так только выглядели. Ну нельзя. Радуйтесь, Павел. Говорят, еще раз говорю рад. А радуйтесь специально мышц. Вот заметьте, я еще никогда не слышал, но врач может сказать, вот это у каждого одно носа и вот сюда идет большая морщина. Зачем она? Я стал смотреть у ученых, у разных людей. Тысячи людей посмотрел. Больше или меньше. Зачем? Я тогда стал изучать, какие мускулы выше работают, какие ниже. И здесь нашел ответ Божий. Как это премудро сделано? Вот это вот то, что мы жуем, дышим, рот раздеваем, говорим. Здесь отображается то, что у нас в глазах. Когда улыбнется человек, что здесь сразу у него другое принимает. Это очень интересно. Бог нас уже сотворил, чтобы мы славили Его. В самом теле это есть. Какие движения? Матфея 25, 31. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Значит, во славе Своей сядет на престоле славы Своей. А теперь и посмотрим. Вот написано, говорит, и явится на небе знамение Сына Человеческого. И далее идет Сын Божий, там перечисляет 24 глава Матфея. Я спрашивал с сектантами, беседуя, что это такое знамение? Христос. Но за ним Христос. Что, Христос за Христом идет? Нет, за того он говорит, крест животворящий. Перед самой казнью на Голгофском кресте Иисус говорит, «Отче, прославь меня славой, который был». Ну, славе. Он прославлен через это, отдал жизнь свою. Я жизнь отдал тебе. Чем воздал ты мне? Вот это его слава. И сатана никак не может с этим согласиться. Почему он кричал, сойди с креста? Это дьявол кричал, в глотку людям залез. Он в основном глотку занимает. Если никто не знает, и вот эти признаки, которые называют изгнание бесов, они это видят, с ними разговаривают буквально. И здесь говорит, слава, слава, что он пошел на Голгофу. Он взял грехи всего мира, это никогда не понять. Так а я вот родился через 2000 лет, и мой грех был. И сколько его там. И вот отсюда слава. Это слезная молитва, благодарение и славословие. Меня не было. И я распинал его там. Да еще, когда обратимся к Богу, уже покаялись. И все еще, говорится, долго ли вам хромать на оба колена. Далее. Лука 2.20. Научимся славить, как Христос во славе. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им и сказано. Давайте воображение такое маленько разобрем, это первое качество лидера. И вот пришли они туда, пастухи. А где кто? Да тут места не нашлось в гостинице, и вот в яслях. Вон они откуда слава, это ясли-то идут, это ясли-то. А сегодня кормушку лошади дают, корове, и называется ясли. Вот теперь мы понимаем, что потому что это и было яслями для самого создателя этого мира. И пастухи, ну, ну, не грамоты же ничего не было. Пастух. У меня отец был, он считать даже не умел. Пастух, 40 лет. И шли славя Бога. Что они узнали? Они узнали, как велик Бог. И что здесь, а что это дело, они не знают. Они знают то, что сказали ангелы. Слава Вышней Богу, на земле мир и в человеках благоволение. И между собой рассуждая, но они выше этого не могли поднять себя. Вы видели, какой прекрасный ребенок? А может быть, его и не видели. Ну, что там, электричества не было. Это в пещере, в ночное время. Но в сердце им проникло, что что-то необыкновенное. А когда пришли волхвы эти, волхвы это звездочетцы. И они увидели. Там уже дары были, там, очевидно, днем было. Потому что перед этим мир это их видел. И вот мы прочитаем сейчас 14 стих. Здесь же. Три места. Слава слога. Я нашел, что у Луки больше всего. 2,14. 14 стих. Слава Вышнюю Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Прославляют ангелы. Это ангельская песня. И мы должны повторять это. И на молитвах у нас это есть. Составители молитв, вот я смотрю, служба как идет. Это люди составляли для тех, которые уверовали во Христа. Которые знают Бога, считают Слово Божие. А если он не знает, ему нужно, как Павел продолжил слово, когда Евтих упал из окна, о том, как велик Господь. И как Дух Святой обращает людей. Вот апостол Павел предпринимает идти. Так собирайтесь. Мы сегодня идем, показал туда-то, такой-то город. Что за препятствие? Ни один человек ответить не может. Но это серьезное препятствие. Он не мог пойти и опять молиться. Благодарю Тебя, Господи, что не пошел туда. Там, видимо, армия сидит, меня ждет. Волки, медведи. Второй пошел и опять. Нет, опять. И в третий раз начал молиться. И в дух видения некий муж, македонянин, как у нас говорят, кавказской внешности. И говорит, приди к нам. Помоги нам. И сегодня слышен македонский крик. Дайте свет. Ты слышал его? Ты слышал, как радостно сознавать отцу, когда он ждет, когда родится у него ребенок. Вот показывает тогда в роддоме, она его мать там показывает. А у одного девять дочерей. И он ребенком десятый родился, а пять девочек. И люди из деревни говорят, мы боялись шторку открыть, но так смотрели. Мы знали его желание, но кто-то молился за него. Наше желание ближе всего быть ко Христу. Это возможно только через откровение Духом Святым. Я сегодня разослал всем материал, серьезнейший материал. Ах, у Лены Духа Святого. Моего ни одного слова там нет. Святые отцы, что говорили. И как это понять? На сына человеческого даже не написано, что в этом прощение надо просить. Проститься. А на Духа Святого ни в семь веке, ни в будущем. То есть, хоть замоли, все кончено. Ты уже в эту сидишь. Это слова Христа. Там не написано, что я Духа Святого похулил, и ты меня прости. И он простить нет этого. И при том, это все отцы говорят об этом. Как бы не попасть вот в этот капкан-то. Посмотрите, материалы я скинул всем этот. Говорю, брат православных ресурсов. Что сказал Златоуст, Блажен Афеопилак, Тапанасий Великий. Ну, сегодня такое поприще, кто изобрел-то? Да, Господи, обрати его к Богу. Мы этого Тимофея, изобретателя, каждый день поминаем. Я не молюсь за Дворкина. Никогда молитвы не было. Я пытаюсь, а нет, никак. И за Осипова. Я не могу это объяснить никак. Молитвы их нет у нас. Я как-то забудусь, начинаю припоминать, а кто-то за кого-то сказал слово и тут же забыл. Почему? Бог знает. Я могу сказать, что я молюсь за всех президентов, которые рядом есть. Даже за Нинзорова Александра. Ну, такой хулитель. Учился в семинаре, а теперь он против Бога. Я не могу на эти вопросы ответить. Как будто какая-то надежда или что-то из родственников его что-то сделал. Господи, останови его безумие. Привлеки его. Самую негодную ему посылку послал патриарх. Негодную. Всех священников предупредили. Где он участвует, вы оттуда уходите, вставайте. Мне трудно поверить в это. И вот идет там беседа, людей много. И в это время два священника заходят. Они, это, он заходит. Александр, священники там даже еще были, чья прям вставили, а люди кричат, вот черные как боятся, какая энергетика у Александра. Это же можно было обдумать. Я на него написал. А потом спрашивает Москве, а что нужно делать? Я говорю, нужно было к нему послать делегацию. И сказать, выскажите нам в глаза все, что мы делаем, по-твоему. Все ту мерзость, взяточность, что за деньги, как попало на этих лимузинах, на яхтах. Все выскажи. И потом мы у патриарха благословения возьмем и целой делегацией к вам придем. Вы нам это все выскажите. А мы постараемся исправиться от этого. Ну можно было так, подойти-то, воспользуйся. Враги нам лучшие друзья. Откуда эта поговорка-то? Ну, враг бывает, что попало, говорит. Ну, однако, вот данном священнике как-то можно было бы. Считаем дальше. Три... Здесь тридцать два? Два пятьдесят. Пятьдесят два. Пятьдесят два. А давай же второй главы, пятьдесят второе. Пятьдесят. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Еще раз. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. По-моему, два тридцать два. Да, два тридцать два. А, тридцать два, возможно. Ну, еще раз посмотри. Правильно? Там должно быть прославление. Сейчас. Него тут в сторону он зашел, да? Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Вот так. Это слава, когда ты увидишь, что сделала с нами жертва Христа и его святое слово. Еще прочитаем. Два тридцать восемь. Тут же. Тридцать восьмой стих. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот как. Надо подходить, свидетельствовать и возносить хвалу Господу. Это прямо как особый какой-то отдел, где надо ходить. Миссионерское дело нельзя создать. Это все обман. Господь двенадцать апостолов по два послал. Избал семьдесят по два. Кирилл и Мефодий идут только двое. Моисея и Орун. Ну, везде двое. Миссионерское дело – это выдумка чистой воды. Вот что научить. Славить. Славить. Это самое трудное. Благодарение еще проще. А когда славить? А за что? За то, что сотворил землю. Что столько такой процент кислорода, водорода. Если бы было больше, земля загорелась бы меньше. Жизни не было. Если ближе бы к Луне, ну, то есть, ученые определили все до процента точно. Как ты вели, Господи, слава Тебе. И как все это дал книгу нам, и мы знаем, как события будут дальше развиваться. Слава Тебе. Нас не испугаешь этим. Предсказано. Народ на народ. Царство на царство. Будет. Это будет. И Господь добавляет. Всему надлежит быть. И никакими изобретениями, медициной никто от этого не избавится. Это назначено. Проекция с неба идет. И это все так. Мы входим в эпоху, о которой святые говорили. Что если бы мы жили, подвижники, даже мученики бы стали. Думаю, не устояли бы. Сегодня так могут делать, пытать буквально по молекулам человека. И обратно вылечат, и по новой начнут. Отрекись, прими его. Ну, мы знаем, о ком, о великом инквизиторе говорится. Все народы мира, все поклонятся ему. А нет, значит, с лица земли будут стерты. И три с половиной года будет царствовать. Ну, вы знаете, что написано в откровении. 13 глава, 10 стих. Определенно, говорит, взявший меч, от меча погибнет. Всему, несомненно, и дальше, кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Почему это нельзя взять, как эпиграф? Те, которые не знают это, они вразумятся. Это сказал Господь Бог. Это его уста произнесли. 5, 25. Евангелие от Лути. 25 и 26. И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Так, заметьте, это лежал парализованный, пошел в славя Бога. Сколько людей, которые сегодня вылечивают? Неизвестимая болезнь проказа, лепра. Но японский какой-то ученый, там врач, изобрел лекарство, говорят, сегодня, и вылечивает от этого. Насколько достоверно, не знаю. Метсуда его даже помилю запомнилась. И как? Славить Бога. Нужно научиться славить за изобретение, за хорошее лекарство. Ну, за все абсолютно славить надо Бога. Вот мы, канон Андрея Критского, на три ступени. 204 события. Очень легко это делается. Если там написано, не по губи нас, не небе, а в которой, благодарим Тебя, Господи, что Ты помил. И третье, ну, возвысь, как славянки, Господи. Город стоит еще сто лет. За сто лет сколько людей могли Богу обратиться? 26 стих. И ужас объял всех. И славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили. Чудные дела видели мы ныне. Вот что ты удивляешься, смотришь. Люди любят, вот машину, когда покупают, как со всех сторон, а глядывают, это тоже изобретение. Вот ты посмотри на себя пальцы. Ничего не надо делать. Не выхрещать или моргнуть. Вот когда далеко, близко, это нужно окуляр наводить. Глазам не надо, оно наводится самостоятельно. Это только сказать, как работают ноги, как все суставы работают. Ну, даже никогда не подумай, что во мне это есть. Я вот что, как коснулась, на одну тему стихотворения сказать, а я его в армии просчитал в газете. Я его установил сразу. Ни разу не вспоминал эти годы. Ну, это не два, не три года, 60 лет прошло. Где оно было, когда организм человека, говорят медики, он обновляется за семь лет полностью. Насколько это достоверно. А что это чудо? Как ты дивен, Господи. И вот так мы должны помнить все благодеяния Божии. И благодеяния, которые нам Господь оказал через кого-то. Мне Бог дал это чувство. И мы, когда были в миссионерских поездках, и мы проехали везде, и где я сидел, где меня держали, везде полный комплект подарили в библиотеке или людям. Знаете, как на душе радостно, когда эти люди, но они хорошо относились, помогали, а теперь вдруг, ну, некоторых уже оказалось, в живых нету. 7.16. Луки. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, Великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Изгоняет бесов, воскрешает мертвых, ни в одной религии этого нет. Мы не говорим не о религии, а о милости Божией, а о Духе Святом. Поэтому нужно быть очень осторожным. Коротко сказать, хула на Духа тогда, когда касается сверхъестественных чудес, доброты Божьей, и человек не принимает и хулит. И поэтому где-то что-то там делают, ну, как сегодня говорят, конфессии, динаминации. Лучше воздержись, потому что призывают Бога, Христа, и явно, что он вылечился. Как? Не знаю я. Я знаю только, надо быть очень осторожным. Как не похулить? А как воскрешает? Воскрешает я не слышал. А у православных это есть. Вы знали, что он такой святой. А у них умер человек так внезапно. И они его посадили. Говорят, сейчас пойдем, батюшку вызовем. А он в это время, то ли священник, или кто был, подошел, и на его место сидят. Он говорит, ты здесь не сиди, иди на свое место. Он глаза открыл и пошел. Он не говорил воскресни, когда считают, как сказки какие-то. Но это именно так. Почему? Потому что благодать Божия это действует. 9.31 9 глава, 31 стих. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Как вы знали, которые были апостолы, Яков, Ан, Петр, на горе Фавор, хотя не знаю, Фавор или нет, но главное это в том, что они поняли, что это именно они. И как они узнали Моисея, Илью, они их никогда не видели, фотографии не показывали, а говорили об исходе. И, видимо, упоминали эти события, которые у них были, как Моисей вывел из плена. Вот так вот, и дальше Господь говорит, и они прославили Бога. Когда нам открывается какая-то тайна, тайна Священного Писания, Святой Библии, как мы должны радоваться и ликовать? Мне первый раз Господь открыл такое, на простом слове. Враг-человек сделал это. Тут ничего особенного нет. Он еще не с депет написал, враг-человек. Я один на квартире живу. Значит, он в виде змея подходил, в виде там ангела. Оказывается, сам человек враг. Враг-человек сделал это. А у меня на работе такое свидетельство, там против. Кто-то один только слушает, а несколько против. Я на крысо выбежал. Господи, да как ты открыл это в нем, во мне. Помоги, чтобы врагом не быть. Враг-человек насеял эти плевелы. Это разные выдумки сегодня. Теперь вот Матрона, Московская, там по косточке разносят и везде. Кто же это учился этому? В силе осталось прах, ты и в прах возвратишься. Но остановитесь маленько от того, что не указано нигде. Сила от Духа Святого. И Он их воскрешает и благословляет, и дает силу. Почему нам не остановиться на этом? Господь любящий взял грехи мои. Вот эта благодарность должна быть и слабословие каждый день. Я каждый день живу, и я вижу, я его не оправдываю. Мне больше можно было бы сделать. Хотя отец мой, отец там называют, сколько людей обратилось за этот год? Ну, несколько сот человек. Из разных даже национальностей. Так, ну, мусульмане. Ну, что это значит? Человек, может быть, и не совсем еще и обратился, а он уже, я не знал, мне открыто. Это Бог делает. Я его не могу никак убедить. Но я все время даже Библию считал, а вот только вы мне это показали. И показали, что Библию каждый день считать надо. Почему ни один священник мне этого не сказал? Ну, это Бог делает. Моего там ничего нет. По благодати сказано, по благодати коснулось вашего сердца. Я вам говорю, каждый день считайте хоть несколько глав. Меня спрашивают, а сколько у вас времени уходит на это? Первое время, когда я обратился, 27 сентября 1962 году, до 10 часов иногда было. В субботу, помню, как я вышел, ушел в лес. Ночь будет, чтобы никто не мешал. Мне охота проникнуть. Сетых отцов не знал. Как это молюсь? Я залез на березу, там как-то привязался или как. Гнезо свил, как шимпанзе. И вот туман, утром солнце всходит, и я наберюсь в Библию. Это вообще картина какая, что любовь. Эту любовь Господь позволил пронести ровно 60 лет. У кого нет этого, попросите. Я знаю, Бог силен. Моего там ничего нету. Потому что столько я до этого ворочил разной литературы, языки разные. Оказалось, ничего мне этого не надо. Мне вот книга жизни. На всех языках говорится не Библия, как у нас, а Святая Библия. Холебайбл, Святая Библия. Везде. Гайлиген Библь. Ну, на любом языке. Везде святая. Я поэтому везде ставлю слово. У нас почему-то не поставили его. Так. Лука 10, 21. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал. Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Вот на что. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Вот что такое. Бог сокрыл от них. За это надо славить. Сколько бы хуленей еще было. Какие простые слова. Иисус восславил. А нам Он открыл это. Мы верим, что Он от Девы родился, а Он осталась Девой. Что пророчества все сбылись. И что Он придет опять судить этот мир. И что Он будет судить по этому закону, который есть в 12.48. Он говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Как мы должны каждую страницу целовать. Я в тюрьме, когда был здесь. Маленькие такие, от Едионова братства. С псалтирью. Его считать невозможно. Он весь вот так. То есть я каждый день считал, каждый день плакал. И она проникла его от сырости. Или как там, волнистое сделалось. Если нет дара слез, попроси у Бога. Я его выпросил. Намного выпросил. Даже остановиться не могу. И все, какие-то беды, родные, кто не обратился. Это благодать Божия. И все выливается тогда в словословие. Иначе бы брат мой был неверующий. Он никогда бы не пришел. И все остальные. Дальше. 13.13. 17 стих. Я Евангелие Туйки считаю. Смотрите, сколько он нам дает примеров словословия. И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. То есть, видите как. Радовался-то, значит, люди славословят Бога. И поэтому, о чем бы вы ни услышали, в каком чуде Божьем насмехаются люди, ты твердо скажи, это было. И будет, он придет. Не разглагольствуйте много. А то я, не знаю, недавно обратился. Для того, чтобы идти проповедовать, достаточно два часа. Два часа. Бесноватый. Господь исцелил его. Свиньи-то, когда бросились там. Я пойду с тобой. Он говорит, иди домой. Господь спасал его. А написано, он пошел по городу, возмещая всем. Его никто за это не осудил. Я бесноватый был. Меня Бог избавил. Вы видели, свиньи погибли? Они из меня вышли в них. Это ценный легион во мне был. Как на днях в одну организацию меня водили. И у них организация называется легион. И все, которые по форме одеты и сзади крупно, легион. Думаю, хорошо, что вы не знаете, что такое. А то вы не надели форму эту. Так, и семнадцатый стих. Противившиеся, я не понимаю. А, семнадцатый, да? Так, Лука 24, 53. 24, 53. Я сейчас сколько много закладок положил. Вот, хотя бы некоторые просчитать. За что люди славили Бога? Я буду подражать им. 24, 53. 24, 53. Так, вот оно, наверное, здесь. Ну да. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Вот для чего. Не обиды какие-то вспоминать, кто нам нанес обиды. Мы пришли Бога прославить. Это в другом месте, когда мы выйдем-то, на улице или где-то. Храм для прославления. Мы сейчас увидим, что у нас отсутствует. А отсутствует вот что, деяние. Пятая глава. Так, где же у меня деяние-то? 5, 13. 13, да, вот-вот. Надо напьем. 5, 13. Я потом вернусь на Иоанну. 5, 13. Послушайте. Это нужно прямо написать где-то у нас, чтобы надпись была. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Смотрите, у нас нищих, которые выпрашивают. В каждом храме, около храма есть. У нас их и нету. А почему у нас их нету? Во-первых, надо, если кто просит, должен иметь мирную грамоту. О том, что он нуждается. Нет у него пенсии. Когда это говорено было, тогда приходили, тогда ничего не было. Вот подадут, весь заработок твой. И посторонних никого не было. У нас это полностью выполняется. Ни в одном храме я не видел, чтобы как-то предохранялись от этого. Приходят, дети из священников бегают, играют во время литургии. Мне столько жалоб идет. Ребенок то в алтарь, то из алтаря выбежит. Ну, можно же. Вот здесь ребенок, ну, маленький, а то большие, играют догонящики. Сказать обидно. Я рассказывал, Никольский собор у нас здесь, большой храм военный. Я зашел, мужчина стоит, папироса дымится в руках. В шапке собака рядом. Собаку в храм нельзя заводить. Я возьми ему, скажи, выйди-ка сюда, выехал. Я говорю, в шапке нельзя. А мне никто не сказал. Я только успел сказать, в это время служка из алтаря прибежала. Вы что ему говорите? Я говорю, папиросы, в храме дым идет. Ну, разве нормально? Идите к своим баптистам, там порядок наводите. То есть он может купить. Он может деньги оставить. Я же понимаю, как. К баптистам? Я не баптист. Ну, я еще не ладно-то сделал-то. Да ладно, еще не обругал хотя бы. Поэтому мы, где бываем, мы живые люди. Мы должны подсказать. Из посторонних никто не... У нас нет никого. Вот даже прийти к кому, спрашивать, можно ли такой порядок у нас. Мы узнаем. Подавали заявление на крещение, на дом, на работу. Сходим, узнаем. И то еще сколько людей даже крестятся, даже проэкзаменованные, еще отойдут. Почему? Это жизнь. И не надо удивляться. От Господа отвернулись все. Он говорит, не хотите ли вы уйти? Петр только один. Так куда идти-то? У тебя глаголы вечной жизни. Вот и будем помнить. Нам идти некуда. Дальше. Одиннадцать, восемнадцать. Деяния. Деяния. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. Как твердо было, что небо для евреев. Христос еврей. Мессия придет только для евреев. Для погибших овец из Израиля. И как они, знаете, смотрели. Петр-то пошел, шесть человек соболезнял, свидетелей. И когда узнали, что он ходил к язычникам и ел, как они навалились. А как я мог не быть, когда Дух сошел, на них они заговорили на разных языках. И они успокоились тогда. И свидетель, так было? Да, так. Да как же Дух Святой? Сначала крещение. Тогда Бог переменил, сначала дал Духа Святого, потом крещение. Это Бог силен, потому что это начало второй половины церкви для язычников, как было. Так, на Яна вернемся. Давай, 5.41. Ян тоже многократно прославляет Бога. Потерпите немножко, сейчас научимся славить. За что? 5.41. Я считаю 5. Евангелие от Иоанна, 5 глава, а уже 17-й. Это Таука, это Евангелие от Луки. Вот 5 глава. 5, ну давай, хорошо. 5.41. Не принимаю славы от человеков. Не принимают славы от человеков. Это Господь говорит о себе. Почему? Он принимает славу. А когда они за что-то, там, наелись хлеба, вот еще бы поесть. Прямо говорит. И 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которые от единого Бога не ищете. Видите как? Друг от друга принимают. Это так везде. Дают характеристики, хорошие там где-то на работе устроить. А от Бога-то как это перед Богом? Движение вперед есть. Ты продвигаешься в этом направлении или только тут? А тут в воде не оборвалось, ничего нигде нет. И Господь говорит, это очень важный стих. Друг от друга принимаем. А прославить Бога, где дела, которые требуются, накормил, напоил, посетил. Ну и дальше. Самое главное, возвестите им радостную вещь, что из-за них Христос умер. Ну расскажи немного хотя бы человеку. Да он не... Ты не знаешь. Я могу, имея этот опыт, сказать, что человек, ему где-то около 10 лет грозил. Он со мной в одной камере сидит. Я ему говорю, вот так и так. Так что Христос умер за нас. Он начал спрашивать все. И Господь, я вижу, сердце его трогает. А его как? Призвали здесь, а он замдиректора убийств, кажется, и привозил сюда приборы. Я отдавал начальникам. Я говорю, теперь вот что, Володя, ты все расскажи директору, не директору, а прокурору по надзору, а следователю, что ты давал ложные показания. Да методы из тюрьмы не выпустят. Не надо, это плоть. Ты душой будешь свободен. А его вызвали. Жена в машине. Его там сразу арестовали, жену из машины, и тоже продают ее. И все, по дешевке. Тот, говорит, океан, вроде на очереди стоял. Это он рассказывает. Сидел со мной директор рыбокомбината. Да, говорит, при мне, говорит, свидетель. Я, говорит, бинокль все начинает между собой делить. Еще и не осужден даже. Куда это годится? Как мы должны молиться, чтобы Бог дал хороших руководителей? Здесь юридический факультет есть. Ну, это Тен был такой, юрист. И сделали опрос. Уже где-то пятый курс учатся. Ну, сколько зарплата будет? Такая-то. Ровно в 23-е взятку дают. Возьму. Больше, чем 80 человек, отметили. Еще он не судья, не прокурор. Ну, видите как. Я убедился в том, что это, на этой должности должны быть глубоко верующие люди. Неважно, баптисты, православные, мусульмане. Он должен бояться возмездия за гробом. И тогда он будет поступать, как павильона. Это, ну, я по жизни говорю. Я на 9-24. Смотрите, за что славить надо. Итак, вторично призвали человека, который был слеп. И сказали ему, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Это о Христе говорят. Они собрали все, что человек... Поэтому, где будут говорить что-то нашего Господа, не промолчи. Бог даст тебе уста. Это как колокол будет изменить. Вот сегодня меня попросили приснили на наш журнал один. Называется «Полиция». И там про потеряевку. Да. И вы это увидите, как располагаются люди. И почему? По жизни глядя. И дальше. 12-23. Узнали, что он грешник. 12-23. И Иисус же сказал им в ответ. Пришел час прославиться сыну человеческому. Прославиться. То есть умереть за грехи людей и быть прославляемым. Самая главная наша благодарность, что он нас избрал, умер за нас. Что все вокруг есть у нас. Посмотрите, что у вас есть. В холодильниках. Везде. И за все прославь Бога. Какое это чудо. Мы сытые все. Я вчера говорил, сколько десятков тысяч умирает каждый день от голода и недоедания. А у нас сколько хлеба выбрасывается на помойку, там все бомжи питаются. Надо научиться жить экономно и помочь. Ну, знаешь, кому помочь. У нас есть кому помогать. Недавно люди новые приехали. 14-13. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю. Да прославится отец в сыне. Когда просим, и Бог это дает. Мы проехали в Местеринской поездке. 120 тысяч километров. Это мы видели опрокинутая машина, сгоревшая там. Рука торчит только из железа. Ее не могут еще пока отпилить. Сколько. А мы проехали, ни одной аварии нигде не было. Один раз вышли. А машины нашей нет. С собакой вместе угнали. И как мы молились, и как Господь чудо совершил. Мы опять же на этой... А как в Швеции мы сломали. С какими трудностями было. И какие люди расположены. И полиция их там местная. И за нас заступились. И на эвакуаторе через море переправили. А оттуда уже тогда, в Калининград, там наши детали лежали. Вот как Бог делает. Но мы славили Бога. И друг незнакомый, и люди нам говорят. А вот здесь двое русских работают. Мы к ним подошли. Они нам помогли на наши там деньги, на их кроны, чтобы дать им. Вот все вымерено у Бога до одного часа. А мы получили известие отсюда. Бросайте машину, сейчас деньги высылаем, иномарку покупаете, едете и дальше. А мы машину пригнали сюда. И я по сей день благодарю Бога. Как Господь сделал 17.22 Это у нас как школа. Проповедь это покайтесь. Я не взываю, как я в песне покайтесь. Потому что все здесь верующие. 17.22 И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Вы верите, что Он дал славу свою нам. Все это может... Но славу нам, находящихся здесь. Интересно, как рассуждают святые. Мы будем подобны Ему. О, буква О только есть. О, преобразить тело наше, которое сгниет. Ничего нету, сожженное. И Он сделает подобным телу Иисуса. Как это удивительно. И мы должны помнить это. И хотя бы единожды в день сказать, Господи, какое будущее Ты нам приготовил. Да неужели ради временной жизни я это... Когда меня спрашивают мусульмане, видя, что я по их книге беседую. А вы не хотели бы принять ислам? Я говорю, человек в своем разуме, в трезвой памяти, небо менять на землю не будет. Потому что духовного нигде больше нет. Одесса рождения свыше. Исполнение благодати Духа Святого. Стижание Духа Святого. 21.19 Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. А как прославить? Смертью. Какая смерть будет? Он ему сказал, он понял, что распростешь руки на кресте, когда его говорили. Так, и 1 Петра 1.24. Видите, сколько мы нащупали мест, за что славить Бога. Смертью прославить. Даже ты ничего не знал. Но я должен это выдержать. Остальное ко мне никак не должно прилипнуть. Рожден от Бога не грешит. Рожден от Бога не может грешить, Иоанн говорит. Я понимаю, что Петр все время думал, как его прославлю. Какая такая смерть будет. И когда увидел, что исполняется, он только попросил предание, говорит, вниз головой распять. И говорят, он как бы ногами шагает на небо. Тут уж толкователи нашлись. 1.21. 24. 1 Петра, нет, 24, да? 1 Петра, 1.24. 1.24. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Вот это мы должны помнить. Это успехи твои, все, что есть, достиг, это временное. Если ты это не сделаешь, как бы дорогой в Царство Небесное. И Господь благословит. И последнее место откроем. Откровение 1.9. Или 1.9 здесь, или 14? 1.9, да? 1.9. Ну, давайте, почитаем. Откровение. Да, в закладке не вижу. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Ну, может быть, не я, только посмотри, что тут. По-моему, 14. Нет, супер. Нет? Нет? 14. Еще один. 14. Это, наверное, 14 глава. Ну, неважно. Может быть, 19 глава. Господь призывает нас сегодня пересмотреть свои молитвы и наполнить Его славословием. Заметьте, вот у нас на благослужении, как счастье, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. А в иных местах Давид говорит Аминь и Аминь. То есть истинно, истинно так. И от каких бед его избавлял Господь Давиде. И от каких бед его избавлял Господь Давиде. Как он нас любит. Это все надо в песне плести, в каждую молитву. Какая бы молитва ни была, нетрудно сказать. Скажи Аллилуйя. У нас сказали Аллилуйя. А вы что, баптисты, что ли? Как так? Это они все на все говорят Аллилуйя. 19.1, наверное. Ну, на двое. После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Так, в сегодняшний день пусть для нас будет в каком-то смысле с небольшим хотя бы поворотом к словословию молитвы. Вот если бы сказали сегодня, что молитва ваша должна всегда сопровождаться словословием, то мы сегодня бы стали уже рассуждать и с благодарением. Богу нашему хвала и слава во веки веков. Аминь.